Друзья, в прошлом году мы с Максимом показывали и рассказывали о новинках в джиговой ловле от Андрея Петерцова и Дмитрия Зюзина. И вот мы опять на стенде у Димы. Дим, привет! И сейчас Димка нам расскажет, что у него нового вкусного. Вот тут вот представлено. Поверьте мне, это очень интересно и достойно. Ну, самое вкусное, самое новое. Нас давно просили сделать джиголовки с большими размерами крючков. Сделал? Ну, сделал, да. Это у нас 10-0, 10-0. Начинается веса от 10 грамм до 50. Для ловли на крупную резину. И чуть-чуть поменьше, чуть-чуть поменьше, это 7-0. Это чуть-чуть поменьше крючок. Чуть-чуть поменьше резины, да? Нет, ну резина тоже может быть чуть-чуть поменьше, но на этот крючок можно вообще очень большую резину насаживать. Как ты ловишь? Да. И также эту же серию Predator мы ее назвали. Сделали самые популярные, то есть это 4 и 5-0. То есть, ну, чтобы как бы люди могли, то есть, ну, на всякие разные остальные приманки ловить. Я знаю, что у тебя здесь крючок непростой. Крючок кованый, очень красивый, очень прочный, очень острый. Острый, очень острый. Ну да, это корейский крючок Кумхо. Так что, ребята, учтите, это вам не просто так, ни один судак не уйдет. Вот, что еще мы нового? Мы разработали... Только не говори, что ты разработал поролон, его уже, по-моему, кто только не разработал. Ну, ты знаешь, велосипед давно придумали и колесо тоже. Но, опять же, хочу обратить внимание на то, как бы сама форма поролонки, да? Раз. Качество фурнитуры, то есть, тот же самый крючок. Другие производители на таких размерах поролоновых рыбок, соответственно, у нас их 4 будет, да? Используют более мелкий крючок. Мы используем более крупный, качественный, очень острый крючок. Тот самый, который у вас вижу? Ну, возможно, да. Очень хороший крючок. То есть, прижатые жала, а также развернутые будут воник. То есть, коряшки, коряшки, то есть, пролезает вообще изумительно. А также покраска флюоресцентная. То есть, если ультрафиолетом посветить на поролоновой рыбке, фактически на все, они некоторые места подсвечивают. И еще один маленький момент, один маленький момент. Мы будем выпускать микс. Все сейчас фактически выпускают, как бы, поролон в одном цвете упаковки, да? То есть, мы предлагаем людям, что сделать? Купить микс, попробовать. То есть, на каком-то определенном водоеме, на его любимом домашнем водоеме, допустим, работает там синий, фиолетовый, зеленый, либо какой-то другой. Чтобы ему просто-напросто не тратить деньги на четыре пачки. Можно купить одну, понять, что работает, и потом уже, как бы, переключиться на то, что ему надо. Это шикарное дополнение к твоему большому ассортименту. Чик. И тут вишенка, вишенка на торте. Это не самая, скажем так, длинная. Не самая длинная. Это 30 сантиметров, но будет и 40. Минимально 10. Толщина проволоки до 0,4 будет. Будет несколько диаметров. То есть, под разные приманки, под разные условия. Ну, под разные классы и удилищ, соответственно. Удилищ, приманок, там лесок, то есть, ну, вообще и условия рыбалки. Там вплоть, там даже, там, ультравай же кто-то ловит. То есть, маленькие веса, маленькие, как бы, скруточка тоненькая. То есть, ну, опять же, все очень хорошего качества. Опробовано все на себе. Класс. Слушай, ну, я тебе только пожелаю, чтобы и на следующий год ты показал еще не меньший ассортимент новинок. Соответственно, не хвастаньте шуи по традиции. И, друзья, хотите все это новое? Ну, тогда, милости просим, в наш магазин. Оно у нас прямо после выставки уже появится. Я правда говорю? Спасибо, Дима, огромное. Рад был тебя увидеть. Успехов. Пока. Помните, мы в прошлом году с Максом говорили про Ламборгини? Ну, даже не так. Мы говорили, наверное, про авиакомпанию. Ну, в общем, стенд компании Air Rus. Это были шутки. Давайте спросим у Сережи Ткачева. Здесь варят вкусный итальянский кофе? Да. И не только кофе. Здесь варят еще и вкусные итальянские спиннинги. Мы убедились на прошлом году. Привет, Сереж. Привет. Рад тебя безумно видеть. За ним. Имел уникальную возможность на последних соревнованиях Паул Траут потестировать живьем. Вот ту палочку, которую мы в прошлом году показывали, это бомба. Оно того стоит. Ну, а у вас тут просто засилие новинок. Рассказывай, что. Ну, собственно говоря, самые ожидаемые вещи. Две. Я почему взял именно эти спиннинги, потому что это то, что было в прошлом году на частном исполнении. И 98% людей, которые приходили к нам и спрашивали, что у вас интересного, тут же обламывались и спрашивали, а в двухчастном есть? Немного расстроены. Они уходили довольные, но немного расстроенные. В этом году нам есть чем ответить. Итак, две самых интересных новинки в двучастном исполнении. Это Alana Power. Супер джиговый спиннинг. Просто супер, я не побоюсь этого слова. Самое главное, что вот по сухой статике, как мы его попробовали, я могу сказать, что он не потерял, в отличие от одночастника, ничего. Ничего. Вот, честное слово, ничего не потерял. А второе, это наш флагман. Это то, чем мы хвастались всегда, чем хвастается компания Aeros. Это то, что вы назвали в прошлый раз Lamborghini. Вот. Это то, что цепляет взгляд. И то же, то, что было только в одночастном исполнении. Теперь это унцовый спиннинг, грамотно распиленный на две части. Ну, условно распиленный, потому что это совсем другой бланк, абсолютно. И так же, как и предыдущий наш образец, он ничуть не уступает своим одночастным собратьям. Супер удочка. Остался наш, да, фирменный резонатор, который был еще вайтингом запатентован. Сумасшедшая чуйка. Ну, вот только вот с преувеличением могу рассказывать об этой палке. Абсолютно новый спиннинг, абсолютно новый в этом сезоне. Уже есть достаточно много обладателей. Все ждут сезона, потирают руки, наматывают шнуры и скорее-скорее-скорее-скорее в бой. О, кстати, по поводу шнуров. У вас там есть что-то интересное от итальянца? Я всегда ношу с собой что-нибудь интересное. Смотри, как профессиональный. Я был готов к этому вопросу. Опа, и ниточка в кармане, иголочка. Я был к этому вопросу готов. На вид, поверьте, он белый, как волос. Прям тонкий, как волос. Не стыдно похвастать, на самом деле. Для нашего рынка абсолютно новый итальянский производитель. Честный итальянский производитель. Были сами на производстве. Снимали кино. Действительно, все вот от нуля и до намотки на бобину. Все происходит в Италии. В невзрачном ангарчике производство достаточно, ну, не огромное, да. Я бы сказал, аналоговое. Отец с сыном Бенвенути, хозяева компании. Там небольшой штат работников. И на всю голову инженеры. Слушай, ну там, по-моему... На пике технологий делают классные веревки. И знают. Там история компании, самое удивительное, они изначально не делали нитки. Нет, нет. Это, на самом деле, один из ведущих производителей яхтенных канатов. Причем с середины прошлого века они на этом рынке находятся, занимают лидирующие положения, да. А шнуры, они мотают там лет 10-12 всего-навсего. Давай так, давай оставим интригу. Потому что я знаю, там есть стендик с вкусняшками. Очень классными. Я их видел как раз-таки на осенней пареневой сессии. Очень впечатлили. Ребят, вот чтобы вы видите эти вкусняшки, чтобы все это пощупать руками, милости просим в наш магазин после выставки. И если захотите дополнительно задать вопросы, у нас и Сережа там периодически будет присутствовать или мастер-класс рассказывать. Так что теперь магазин Big Game, компания E-Rus. Мы теперь не просто дружим, а и работаем. Поэтому спасибо тебе огромное. Рад тебя увидеть. Вам успехов. Мы будем работать. Спасибо, Витя, огромное. Спасибо вам. До свидания. Пока. Друзья, в общем, компания Dive не просто с прошлого года, а и продолжает свою тенденцию в концепции LT. И сейчас мы у самого Алексея Шанина узнаем, какие новинки, наконец-то долгожданные, я так приоткрою завесу тайны, мы увидим, и он нам их воочию покажет. Леш, привет. Привет. У тебя не зря в руках я смотрю шестеренка головной пары. И я попробую угадать, что это скорее всего от Сердейта. Да, я знаю, что многие ждали именно появления Сердейта 19-го. И я могу похвастаться тем, что я первый в России обладатель этой катушки. Мне ее, естественно, прислала сама головная компания для тестирования. И я, в принципе, первый, кто успел на нее намотать шнур и окунуть приманку с этого Сердейта в воду. Ну, прежде чем перейти к Сердейту, стоит, я думаю, рассказать вообще о том, что такое концепция LT. LT расшифровывается как легкая и прочная. Новый Сердейт, он с металлическим корпусом. Но, как я уже сказал, в нем новая шпуля, новая рукоятка. На фрикцион теперь 10 килограммов. Новый тормоза, конечно. Да, да. Новый фрикционный тормоз 10 килограммов. При 2,5 размере 10 килограммов. И самое сердце катушки у нас что? Ну, конечно, главная пара. Главная пара. Вот это главная пара концепции Real4. Вот это главная пара концепции LT. Разница ощущается? В концепции LT площадь контактного пятна главной пары увеличена почти в 2 раза. Но угол зубьев изменен. Угол контактного пятна изменен. За счет этого снижена трущая нагрузка на зубья. И, соответственно, увеличение площади контактного пятна не повлияло на плавность и эластичность хода катушки. Поэтому ход катушки остался такой же легкий и мягкий. А мощность увеличилась. Пока я на него немного половил. Но могу сказать, что, несмотря на то, что размеренности шаг зуба стали больше, плавность хода стала ощутимо легче. Вот сочетание несочетаемого. Инженеры все-таки не стоят на месте. Молодцы, работают и радуют нас, рыболовов, потребителей. Серьезно. На самом деле, на мой взгляд, Diva в очередной раз за столько лет произвела революцию на рынке катушкастроения. И я могу сказать, что ее первый и ближайший конкурент в приближении пока ее далеко не догоняет. Желаю компании Diva и в дальнейшем такого процветания. Потому что с удовольствием пользуюсь этим продуктом. В немалой степени благодаря и тебе тоже. Ну, а тебе ни хвоста, ни чешуи, отличных рыболов. К черту и спасибо. Привет, привет. Друзья, SL Rods. Помните, в прошлом году мы говорили про сходство в названиях российской военной техники и тех самых палочек. Ну, в общем, Леша нам сейчас поведает, что нового, вкусного и интересного появилось еще. В этом году мы обновили свой основной модельный ряд. Я бы уже, наверное, говорил военный арсенал. Слушай, нет. Там немножко другая тематика. Появились модели, которые были выпущены в 2015 году. В этом году мы их переделали. Появились, соответственно, серии Lex 2. Это джиговая серия. Rush 2. Это у нас Twitch. Добавилась новая серия джиговая Sarmat. Это в среднем бюджете где-то 4,5-5 тысяч рублей. Ну, вот здесь немножко перекликается. Да-да-да, так, с военным арсеналом. И также джиг-твич универсал и серия Sting 2. Вот. По сути дела, представляем в этом году 27 новых удилищ. И кое-что из наработок. Ну, это, скажем так, низкий бюджет. Серия Pioneer. Появились у нас такие вот береговичок. Очень хороший, посылистый. По дальний заброс джиговая моделька 7,28. Но я тебе дал стандартный, скажем так, условный. Класс, Унцовик. Унцовик, да. Причем работает от начала теста. То есть от 7 грамм уже ловить вполне реально. То есть честно. На единичке, да, все хорошо уже. То есть вершина уже начинает отрабатывать. И практически до самого верха, то есть он не валится. Приятный, хорошенький. И некая противоположность. Давайте тогда дам одни из наиболее у нас популярных моделей. Это глубоководный твичинг. Ну и твичинг всех братины. Слушай, это прямо в наш разговор, как говорится, за кадром про те самые депсы, да? Именно так. Серьезно? Ну и вот такая вот. Это все 130-е ломбилы и даже там мощнее. Да, запасик такой хорошей прочности. Слушай, 14,46. Ребят, палка, ну легкая. Ну она реально легкая. 2,29. Ну вот что еще надо? 7,6 футовый. Вообще круто. В том числе ты можешь ей джиговать, скажем так, от середины теста и до верха. Да, вот что не характерно сейчас, это для твичовых палок подвижный достаточно кончик. Вот здесь он и сенсорный, и подвижный. Но это твичовый инструмент, он вот не джиговый. Поэтому, Леша говорит, что за счет, благодаря кончику, туда можно немного поджиговать, если очень хочется. Первый, который я тебе давал, это чистый твич. То есть здесь за счет длины можно применять ее и там, и там. Слушай, ну молодцы, здоровско. Депс, мегабас, все, что вам нравится на этом стенде, все представлено у нас в магазине. Милости просим, все новинки появятся, как только они появятся, соответственно, в компании Spinning Line. Они появятся у нас сразу же, поэтому мы работаем для того, чтобы вы получали максимальное удовольствие от рыбалки. Ну вот, наконец-то мы поймали Ваню. Вань, привет. Неужели я такой неуловимый? Да я просто смотрю, сколько народ тебя окружает, это нереально, а потом отнимать тебя у них не хочется. Ты вообще не с пустыми руками, и это правильно, потому что новинок у мегабаса огромное количество. Давай, вот тебе слово, чего там вкусного и чего вы нам отгрузите в этом году классного? Отгрузим классного вам очень много, потому что сейчас я расскажу о новинках, которые, ну скажем так, новинками были в прошлом году, и о новинках, которые еще только появятся, буквально месяца через 2-3. Самое главное, на чем хотелось бы акцентировать внимание, это новая система дальнего заброса. То есть в прошлом году мы презентовали там LBO-1, да, то есть про нее рассказывали в этом году. Это уже LBO-2. Важный момент, потому что большинство новинок связаны именно с этой системой. Первое, на что стоит обратить внимание, это очередная модификация, теперь уже с LBO Vision 110. По-моему, это не стареющая легенда, но его можно модифицировать до бесконечности. Нет, как я говорю, это любимая забава мегабаса, модифицировать в антенну. Так вот, Vision 110, на самом деле, опять же, подрос немножко в размере, 115 мм, он стал вместо 110. Приятное дополнение, честно. Для того, чтобы все это работало на дальность заброса. Летит он потрясающе, естественно, потому что груз тяжелый, перемещается. Ну, собственно, у него и аэродинамическая форма неплохая, полетная. Единственный нюанс, опять же, сразу, все приманки, которые оснащены системой LBO 2, они не являются заменой, например, да, то есть это не является заменой Vision 110 классического. По сути, они разные. Они действительно разные. Это дополнение, расширение линейки и так далее. А то у нас думают, о, новый, значит, старый куда-то делся. Нет, старый остался на месте и прекрасно ловит. Следующая очень интересная приманка, в которую встроили эту систему LBO, это флэп-слэп. Две вещи, которые его отличают от классической версии. Это полет, естественно, да, благодаря тому, что новая система. Раньше, кстати, летел он достаточно плохо. У него была такая фиксированная грузка, он крутился, бока у него плоские. Ну, он достаточно широкотелый, да. Да, да. И полетные характеристики были не лучшими, теперь эта проблема решена. Но самое интересное, что классический флэп-слэп очень плавающий, а новый флэп-слэп – суспендер. Вот это здорово. То есть, сохранилась полностью его вот эта шикарная игра на роллинге. И теперь этот роллинг можно давать рассматривать щуке на гораздо большее время. То есть, его же можно покрасоваться, повесеть. То есть, когда она суперпассивная, можно заставить ее просто любоваться минутами, а она точно среагирует. Да, обязательно. Просто мы его спровоцируем и замучаем. Извини, что перебью. Я вот вижу Dive Elbow. Шикарный веблерок, кстати говоря. Мне тоже очень нравится. Ну, если говорить о нем очень коротко, то это равномерка на площадях. То есть, это судак ночной. И очень классный твичинг на очень маленьком расстоянии. То есть, малые рейки, например, когда тебе нужно буквально под ногами сделать проводку на 2-3 метрах, очень мало воблеров позволяет его полноценно твичить на расстоянии возле ног. Он в этом плане хорош. То есть, он разворачивается вот так вот на месте. Ну, единственное, что, опять же, здесь надо помнить, система LBO первая. И для заброса и срабатывания должен быть такой хороший хлесткий заброс. Другая интересная новинка – это Cagelo 100F с, опять же, второй системой LBO. Он под поверхностный воблер. Шикарная тема для всех видов, я не знаю, лиманов азовских, астраханских раскатов. Ты хочешь сказать, что это не поппер? Нет. И не окер? Я хочу сказать, что это не поппер и не окер. Приманка в длину 100 миллиметров идет на глубине, ну, наверное, до 15 сантиметров. Что круто, она на любой проводке, на любой скорости проводки не идет глубже. То есть, если у вас ковер вот условно до 15, ее можно как угодно твичить, она будет плясать вот в этом диапазоне, при этом медленно всплывает. Ну, в общем, обратите внимание, это реально очень интересные приманки. Когда начнете ловить, вы убедитесь в их потрясающей эффективности. Ну, и еще, наверное, последнее, кому досталась система LBO, важный момент – это крэнки. Обновились серия Deep X100, Deep X200. В данном случае это у меня Deep X200. Опять же, для них эта система LBO вторая, которая отстреливается. Очень быстро набирает глубину. Например, 200 – это в районе 4 метров. Воблер не упористый. Не упористый, хорошо. Не нужно там какие-то мега страшные палки по тестам. Не нужны супермощные катушки зачастую. Я ловил на корягах. То есть, 5 забросов по корягам я до зацепа делал. То есть, 5 проводок. Тык-тык-тык-тык. Отбивается от одна, от коряг. Ну, он хорошо, лопата интересно сделана, но он отбивает ей. Он у меня вот покусанный. Мы ездили в Тюмень. И там он нам даже… Он, ну и другие крэнки. Кстати, крэнки в целом нам там сделали рыбалку неожиданно. А в один день, в один из дней, когда «Щука» отказывалась брать там джик. И «Твичинг» она вообще, кстати, игнорировала полностью. Все знают «Вижен» в «Антенн Магнум». Ну, самый крупный из «Виженов», да, 130-й. Дело в том, что, ну, классический «Вантенн Магнум» — это, ну, с точки зрения там каких-то технологических ношес, там, да, он такой простой. В нем ничего никуда там не перемещается. Вот он такой, монолитненький, все. Новый «Вантенн Макс ЛБО», ну, я бы сказал, что он на него уже даже не похож. Опять же, вес при 135 миллиметрах 21 грамм. И, если посмотришь, вот этот груз системы ЛБО-2, который перемещается, он огромный. Ну, кстати, да, он занимает, ну, больше трети тела он занимает, честно. То есть он огромный, и, представляешь, весь этот вес из 21 грамма — это будет приличный процент. Полетит в хвост, и все это полетит очень далеко. Это же настоящие финны, между прочим. Давайте глянем, что нам компания «Финтрейл» подготовила в этом году, и что вы сможете вкусного и нового увидеть у нас в магазине. А сейчас мы на стенде, и слово Максиму. Макс, привет! Добрый день! Ну, рассказывай, чем порадуете, чем похвастаетесь? Ну, с этого года у нас идет обновление материалов. Данные модели можете увидеть. Этот же материал можете увидеть сейчас. Это модель «Аквамастер», самый хедлайнер, один из топовых моделей. Четырехслойный верх идет, и плотный пятислойный материал с верхним материалом «Кордура». Слушай, ну, я смотрю, он ярче стал, он красивее стал. Да, у нас добавились цвета, у нас обновилась модель, обновился модельный ряд. Также у нас еще добавились и женские модели. Вот, модели уже идут «Аквамастер», допустим, если посмотреть, уже с водонепроницаемой вертикальной молнией. Ой, вот это отдельно, давай покажем. Это прям рыбаки, все-все-все охотник. Водонепроницаемая молния, немецкого производства «Тезипа». Это то, чего вам так не хватало. Ну, это же просто классно. Два влагозащитных кармана. Супер. Максимальный уровень комфорта, износа стойкости за счет бесшовных материалов. Да, кстати, обращу внимание отдельно. Здесь, на внутренней части штанов, нет швов. Все швы выведены на внешнюю сторону. Мало того, что это добавляет комфорта, это увеличивает срок службы. Основной плюс данной куртки – плотная водонепроницаемая манжета, неопреновая, которую не надо регулировать. На 100% предотвращает затекание воды в рукав. Слушай, ну это да, это классное решение. При том, что, в принципе, жалоб-то на вот эту манжету не было в прошлом. Но вот это же оно интереснее и лучше. Прямо молодцы, наверное, на месте не стоять, и это супер. Ну и, собственно, уникальный продукт на рынке – это наш сухой костюм «Финтрейл Драй Сьют». Вы в нем полностью изолированы нападанием воды внутрь. Я думаю, что АТВшники, все, кто уже использовал, они его оценили. Я видел тесты, да, это классно. Ну и аксессуарика у вас, как всегда, шикарно. Соответственно, сумки, рюкзаки непроницаемые, отличные носки. Термобелье, кстати, отдельного внимания заслуживает. Так что, ребята, финны, финны, несмотря на всю их кажущуюся медлительность, умеет делать шикарные вещи, которые не промокают, сохраняют ваше тепло, сохраняют вас в сухости. Так что, минусы просим на сцену компании «Финтрейл» и к нам в магазин «Биг Гейм» за всеми новинками сразу после выставки. Макс, спасибо. Вам успехов. Взаимно. Пока. «Симс» ассоциируется с комфортом. Володь, привет. Здрасте. Ну что, сколько у вас нового? Очень много. Новый G3. Поменяли концептуально. Они сделали четырехслойную мембрану по ногам. Ну, четырехслойные, четыре слоя, да, и более легкий материал. То есть, меньше перегибается, они легче, удобнее, лучше дышат. Вот. Соответственно, будем надеяться, что, так как «Симс» все-таки качество, что G3, они останутся, как это, наиболее популярной моделью. Новую куртку сделали G3 Tactical, да, она с интегрированной внутри карманами. То есть, удобно для ходьбы с рюкзаком, с какими-то там обвесками и так далее. Долгожданная новинка – это утепленные штаны на прямоловке. Мы их, кстати, уже получили в магазин. Так что, ребят, в магазине «Беги» вот все новинки сейчас о том, что Володя расскажет, они у вас все годы. Это просто мы их умоляли об этом несколько лет. Вот. Наконец-таки они сделали. То есть, это полноценные штаны как в лагере ходить, в прохладную погоду, так и, если совсем очень холодно, одели под «Вейдерс». То есть, они работают совершенно спокойно, как хороший утепляющий слой. Для туристов и прочих новая новинка, да, это вот как раз «Мид Леер» – средний утепляющий слой в трех вариантах. Есть куртка, есть жилетка и, соответственно, есть анорак с такой классной штукой, как муфта. Это же муфта. Туда ручки спрятал и греешься. Слушай, это классно. Вообще анорак – это классно. Очень интересная новинка. Куртка «Катафронт» в нескольких вариантах исполнения. Это, получается, промежуточная вещь между софт-шеллом и винт-блоком. То есть, она чуть побюджетнее. Здесь накатанный материал, внутри мягкий, пушистый, соответственно, с быстро сохнущими, комфортными и эластичными рукавами. То есть, ее можно использовать как и поддевку, и как полноценную куртку, когда прохладно, сухо. Ну, там, может быть, легкий моросящий дождичек, но не сильный. Да, и в то же время там ветрено, допустим. У нас ребята-продавцы в магазине оценили, и уже процентов 50 персонала уже в них гоняет. Не, ну, а куртка реально классная. Обалденная. На каждый день просто супер. Ну, и главная новинка. А я знаю, знаю, что это у меня есть такой, только еще не утепленный. Я ждал, когда он появится. Вот, это костюм «Челленджер» с утеплением. Утепление «Прималофт Сильвер». Соответственно, в этом году мы его получили в начале, ну, в конце осени, да, соответственно, уже испытан на зимних рыбалках. То есть люди в минус 20 совершенно комфортно себя ощущают. Дышит, не промокает, теплый. То есть это супер будет вариант для межсезонья, для лодочных соревнований, для спортсменов, для рыболовов, кто проводит там большое количество времени где-нибудь на рыбинке, в шторма. И к ним, соответственно, они сделали вот эта старая моделька, а у нас там представлена, соответственно, новая линейка утепленных сапог. Короткие и повыше. Соответственно, они и сделали, плюс они сапоги G3, которые уже полноценные, такие зимние сапоги с подошвой Vibram. То есть можно месить любую грязь, можно ходить в лодках, можно рыбачить там на льду и так далее, да. Ну, понятно, что не супер минусы, да, но до минус 20 совершенно спокойно, нормально, комфортно используем. Огромное спасибо тебе, Володь, за все вот эти вот обзорные новинки. И спасибо компании Sims за реально классные вещи. Поэтому вперед в наш магазин, компания Big Game. Там это все уже есть, а чего нет, можно дозаказать, и мы обязательно привезем. Вот вам успехов, подарок, рад был увидеть. И на путешествиях встретимся где-нибудь. Михалыч! Михалыч! Иди сюда! Здравствуй, дорогой! Привет! Денис, ну, слушай, не стали мы ни Андрюшку, ни Деньку Вихров дергать. Давай ты нам, как говорится, его большого шикарного братского плеча... Того меньше, жалко, да? Того и пригласили. Ну да, ну да. Но ты нам больше, как это, импонируешь. Отлично. Поэтому расскажи нам, что красивого нового покажете, что наши, как говорится, покупатели смогут у нас в магазине найти. В этом году на выставке три новые модели спиннингов, это раз. Вот, новая плетенка, новые приманочки форелевые. Вот. Ну, на спиннингах это, по спиннингам, это от бренда Zetrix, это Avalanche. Очень широкая такая серия, многофункциональная, скажем так. Так есть и под джиг, и под твичинг, и под крэнк, вероятнее всего, что будет. Вторая, это HellHound, тоже от бренда Zetrix. Это я уже прям, вот прям, я по одним вашим постам это видел. Да, 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 да. Это, конечно, для нормальных мужиков таких, которые любят взять нормальную баллонку, такую металлическую, зашвырнуть ее вдаль, светлую. Там всего будет пока что, сейчас на данный момент, 5 позиций, которые будут и в кастинге, и в спиннинге. Тесты сейчас начинаются от 70, и 70, 90, и 120 грамм, до 120 грамм. Нижний тест... Для мужиков. Нижний тест на таких спиннингах обычно не указывается, вот, потому что, как бы, да, смысла нету. И последняя новинка, но самая яркая, вот, судя по тому ажиотажу, который постоянно около нее... Пойди не смогли практически по головам уже. Вот, это новая Super Viva от Grafit Leader, в которую просто-напросто воплотили, ну вот, ну все мечты такие, вот. Весь опыт, который был до этого, плюс... Да, весь опыт, плюс еще те последние высокие технологии, которые есть на заводе Grafit Leader. Друзья, и этим все сказано. Ну, приманки в основном это все-таки форелевые приманки, это новые донны, даже так, не новые, да, цвета, цвета донны, которые специально разработали для нашего рынка. Разрабатывали мы же, компания МИДа, сотрудничество с компанией МИДа. И также новый шнур от Sunline, X-Plasma Asigai, это тоже, опять же, новые технологии у Sunline. Она называется X-Plasma, это когда восьмижильный, он восьмижильный, восьмижильный шнурок пропускается через плазму, и он меняется на молекулярном уровне, то есть получается более плотный, у него практически нулевая гидроскопичность, вот, то есть он очень мало впитывает, практически не впитывает, точнее, воду, потом это, получается, он очень гладкий, то есть это увеличивает, да, дальность заброса, дальность заброса, и даже уже при этом сами, самые санлайнерцы, они пишут об этом, что он морозоустойчивый, то есть его можно использовать в холодное время с года, да, когда, там, есть и налить, и еще что-то такое. И Москва-река наши, как говорится, как знают это. Да, да. Ну, тогда не хвастать ни чешуи, дальних забросов, больших трофеев, а мы, соответственно, пойдем хотя бы глазком взглянем на это чудо. Давай, дышим, спасибо тебе огромное. Редлаб или Редлюб? Ну, хотя и так, и так будет правильно, я правильно понимаю? Ну, да. Привет. Сделано специально так, чтобы был вопрос. Смотрите, какая интересная штука. Мы так ждали, 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 и, наконец, дождались, да? У нас есть наш российский отечественный производитель высокотехнологичных профессиональных смазок для наших любимых катушек. Сейчас Леша нам расскажет, в чем их особенности. От себя могу добавить, как человек, который знает всю начинку катушек изнутри и периодически этим занимается, они не просто достойны внимания, они смогут совершенно без проблем конкурировать с большими гуру. Тебе слово. Ну, ты очень так громко сказал, мы, конечно, рады, что ты оценил этот продукт наш под достоинство. На самом деле, вот здесь на витрине представлен тот набор, который мы позиционируем как флагманский. Любой человек, будь то домашний, назовем это ТОшник, или же профессиональный сервисмен, сможет обслужить любую катушку. То есть, это тот набор, который может, в общем-то, перекрыть практически все потребности. Притом, скажу больше, катушки любого класса, что морские, что пресноводные. Что мясорубки, да. Что кастинг. Что кастинг. То есть, этими смазками можно обслужить любую катушку. В этом волшебном ларце представлен набор синтетических смазок. Здесь практически вся синтетика, которая есть у нас. Пять синтетических гризов и одно синтетическое масло. Это наш флагманский набор. Вот это вот все у нас в магазине после выставки появится в самое ближайшее время. Милости просим, заказывайте, покупайте, пробуйте. Обслуживание катушек теперь доступно не просто у вас на диване, оно доступно и по цене. Поэтому милости просим к ним на сцену, ну и обязательно в наш магазин все это появится для вас с нашими скидками. Поэтому давайте не, как говорится, теряйтесь и бегом. Ванквиш. Как много в этом звуке. Хотя звука-то на самом деле нет. Это тихо, бесшумно, очень легко и невесомо. Привет. Здравствуйте. Вась, расскажи нам про ваши вкусные новинки компании Shimano. Вот одну, я так сказал, мы прям со сливок начали, да, я ее прям в руках и держу. Это новый Ванквиш. Ну, что ты нам скажешь? Ну, прежде всего, чтобы не углубляться в технические детали, на данный момент это самая легкая катушка. 165 грамм. Легче... Какой размер? Это 2,500. То есть, легче в новой Ванквиш может быть только воздух. То есть, ничего. Катушка в себе содержит все последние технологии Shimano. Это и холоднокованная шестерня, шпуль увеличенного размера, Core Protect, X-Protect. Катушка очень хорошо защищена от попаданий внутрь влаги, песка, грязи. То есть, продолжает жить. Титановая душка, соответственно, классическая компоновка с бесконечным винтом, расположенным сверху механизмом, что позволяет сделать корпус более компактным. Ну, и новый ротор. То есть, если раньше ротор был более массивный, то сейчас он сделан асимметричным, перенесен возвратный механизм душки на обратную сторону, и он стал легче. То есть, соответственно, чем легче ротор, тем меньше инерция, тем катушка более чувствительна. Продолжая про новинки, да, у меня за спиной находится новинка в Стелле. Но это не просто Стелла. В прошлом году была новая Стелла. За мной находится ее морская, как говорит, сестра. Поэтому давай ты нам что-нибудь про нее отдельно скажешь. Самое главное отличие новой Стеллы СВ, топовой, самой премиальной катушки для ловли специально крупной рыбы, это новый фрикционный тормоз. То есть, новый фрикционный тормоз сделан таким образом, что отводит на 30% лучшее тепло. При ловле очень крупной рыбы, карангсов, всевозможных GT, да, когда рыба убегает очень быстро, правильная работа фрикционного тормоза очень важна. Давай в заключение пробежимся кратенько по вообще модельному ряду катушек и безинерционных мультипликаторах. Что там добавилось, какие модельки и что в ближайшее время в нашем магазине Big Game ребята уже смогут сами попробовать, ощутить, купить и потестировать. Ну, хотелось бы, скажем так, может быть, несколько слов больше сказать о мультипликаторных катушках. Потому что мультипликаторная рыбалка растет, люди все больше и больше приходят. Да, да, да. Компания Shimano представила абсолютно новую новинку. Это катушка SLX, это катушка начального уровня, мыльница. Главным посылом при производстве данной катушки было максимально легко человеку освоить эту ловлю кастинговой, потому что кастинговые забросы не так просты, как с безинерционными катушками. У людей возникают проблемы, бороды, настройки, надо как-то вникать. Там же все сделано максимально просто, две настройки самораспространенные и максимально легкие ход шпуля. На вилле Бантам, Бантам тоже новая катушка. Основной фишкой этого мультипликатора является то, что у него полностью литая рама, корпус стоит. То есть, если обычно есть, он из четырех-пяти частей стоит, то здесь всего лишь три. Левая, правая и центральная рама. То есть, от этого катушка стала максимально жесткой, максимально надежной и очень хорошо применима для тяжелых весов как раз. Есть уже где-то тяжелого джига, несмотря на то, что это мыльница довольно-таки легкая. Она очень хорошо подходит для ловли приманками 50-60 грамм. Результирующее остается только сказать, что, ребят, вместе просим, и на сайт компании Нормарк, и к нам в магазин Big Game. Все новинки, если их еще нет в нашем магазине, и появятся в самое ближайшее время, мы обязательно закажем. Если чего-то прям хотите отдельно, приходите, разговаривайте, мы для вас индивидуально закажем. Вам спасибо и процветание дальнейшее. Хотелось бы еще тоже от себя добавить, что совместно с магазином Big Game компания Shimano продвигает концепцию X-Thor. Самый большой, самый красивый X-Thor находится в ваших магазинах. Эта концепция позволяет любым рыбакам попробовать катушку, как она крутится, как она работает. Потому что подчас катушки стоят за стеклом, это не очень удобно, а здесь же совместно с компанией Big Game такой проект мы продвигаем, он очень успешный. Это действительно очень удобно, поверьте. Приходите, попробуйте. Лучше один раз попробовать, чем сто раз сказать. Согласен. Все, спасибо тебе еще раз. Удачи. Волга Бейтс. Да. Зандер Про Кап. Ну, короче, здесь столько всего большого, вкусного и классного, особенно для джиговиков. Андрей, привет. Привет, я сам-то не маленький. Метр девяносто, как-никак. Не похвалишь, как говорится, сам не заметил, да? Все так. Не-не-не, согласен, но вот может сравнить. Да. Вот, вот, все честно. Ну, рассказывай, я знаю, что, прям первое, что я спрошу, у Фокса появились какие-то новые палки. Вот я только слышал, мы их еще даже не успели заказать себе в магазин, но они появились. Да, все верно. У Фокс Рейдж в этом году выходит обновленный Терминатор. И в этом плане есть две линейки, одна побюджетней, вторая подороже. Если раньше была одна линейка, которая называлась Терминатор Про, то сейчас их две. Более бюджетная история будет примерно тысячи, наверное, на Терри дешевле, чем то, что было. А та, которая топовая, в Титане, со всеми там наворотами, будет примерно тысячи на полторы-две дороже. То есть, короче говоря, теперь есть более доступная и самая навороченная версия. То есть мы теперь, наверное, про Фокс Рейдж именно в спиннингах удильщиках будем говорить, как и про народную палку? Да, да, да. Да, я думаю, что вот в бюджете там 10 плюс появилась нормальная удочка, которая позволит ловить вот таких рыб на вот такие приманки. Слушай, это реально круто и недорого. Да, так и есть. В этом году в Сандер Про появилась серия, которая называется Слик Шат. Четыре размера приманок в довольно такой узком форм-факторе, которые пригодны для овсета, для двойника и в том числе для джигаловок. Две очень вкусные миножки, прям очень вкусные. Именно. И в Сандер Про Шат в очень популярной серии появились новые цвета. Такие сделаны специально под нас, вот особенно Хостблю мне очень нравится. У Нарвала появилась модель шпрота. Презентация была вчера, это прям абсолютная новинка, которая только-только приехала. Да, шпроты ходят повсюду, вот смотрите, даже такой караль. Вот такой у нас есть, из которого мы фотографируемся. И вот, в общем, вся выставка, по большому счету, построена вокруг этой штуки. Поэтому крайне рекомендую. Есть модели длиной 8, 10, 12 сантиметров для тех, кто любит лайтовую ловлю и для тех, кто любит потяжелее. В новых цветах, вот этих вот четырех цветов еще не было. Мы подготовили эту штучку для всех любителей джиговой ловли. Шпроты, да, и вот просто цвета, аппетит приходит во время еды. Еще есть очень бюджетное решение для джиговиков. Есть такой парень, его зовут Дитмар Изаиш, наверное, вы его знаете. Он стоял у истока Fox Rage. Сейчас работает в компании Quantum. И вместе с производителем силиконовых приманок, одним из самых известных производителей в мире, компанией Manz, они сделали резинку, которая называется Cube Adler. И вот здесь мы видим четыре размера. Очень недорогое решение, продается поштучно. Можно купить 2, 3, 5, 25, сколько нужно. Соответственно, цветовая гамма похожа на то, что было последние 20 лет на рынке. Это классика от Manz. Есть традиционное машинное масло. Прям очень узнаваемый. Да, да, да. Очень узнаваемые цвета, которые так любят наши джиговики. Сейчас эта резинка доступна в четырех размерах. Напомню, очень гуманная цена. И она на этой выставке, наверное, лидирует по продажам. Это супер. Мне кажется, какой-то новый тренд на этой выставке. Это вот делать тоже качественно, классно и очень доступно. Слушайте, ну так и есть. Вот за, по сути, обычным виброхвостиком стоит Дитмар и Зайш. Очень серьезная европейская величина в плане судаков. Стоит огромная компания Manz. Старейший, наверное, производитель силиконных приманок. И Quantum, молодой бренд, да, который растет в Европе. То есть здесь просто интересная коллаборация трех сторон, которая в итоге выливается в классный бюджетный продукт. Понятно, как это вкусно? Тогда вперед в наш магазин после выставки. Все новинки там будут. Если они еще не успели дойти, то в ближайшее время они появятся. Особенно палочки, потому что мы их уже заказали. Приоткрою завесы тайны. Ну а тебе, Андрей, ни хвоста, ни чешуи. Спасибо, хорошие выставки. И все самое лучшее. Спасибо. А кума, катушечки. Я смотрю, здесь прям яркие такие новиночки есть. Привет, привет. Рассказывай. На самом деле новинок не очень много, но есть чем порадовать. У прошлогодней новинки Epixor в конце 18-го года появился новый размер 55. Всем, кому не хватало сороковки или полтинника для Джего, теперь есть 55 размер. Причем она не стала сильно тяжелее. В общем, достаточно тяговитая катушка. Ну и для любителей удилищ Savage Gear сделали новую катушку Joe. Она переводится как челюсть. Ну, конечно, дизайном тоже можно пригласить покупатель. Она предназначена для ловли на крупные силиконовые приманки. Там щуки, угри, окуни, платвицы 3D такие прям натуральные. Вот эту катушку можно для этого использовать. 55 размер с пониженной передачей. Вполне с этим справится. Так, ну про акуму в классическом безнерационном исполнении мы с Женей поговорили. Вань, тебе слово. Вот я вижу уже эту красоту новинки в мультипликаторе. Соответственно, кастинг популярность его растет. Поэтому давай, вещай, показывай. В 2019 году компания Акума увеличила свой размерный ряд катушек мультипликаторных. И такие серии, как Комода СС и Хелиос СХ получили 273-й размер. Комода СС представляет собой полностью металлическую катушку. Да, рама алюминиевая. Шесть шарикоподшипников, два из которых опорные на шпуле класса Абек-5. Несмотря на компактный размер, эта катушка довольно силовой агрегат. То есть ты хочешь тонко намекнуть на то, что ее можно, ну, условно скажем, на легкий троллинг использовать? Я бы даже сказал, что в первую очередь это катушка для ловли на джик. Средний и средний тяжелый джик. То есть на удочке граммов до 45-50-60 эта катушка будет смотреться прекрасно. Что касается более легкого класса спиннинговых удилищ, что компания Кума предлагает оснащать их катушкой Хелиос СХ. Название, соответственно, показывает, что это топовый сегмент. Здесь и карбоновая рукоять, облегчающая общий вес. Да, я вижу. И это имитация, это карбон. Здесь, соответственно, накладки тоже также облегченные из специального графита. Здесь алюминиевая рама, естественно, как основа. И шпуля также облегченная, установлена на двух подшипников класса Абек-5. Ну что, тогда остается пожелать вам продолжать в этом начале ключа. Это очень достойное и очень конкурентное предложение на рынке, особенно в условиях сегодняшних. И я думаю, что тем, кто хочет найти условно доступную, потому что кастинг подразумевает под собой, если уж прям хорош, то достаточно высокий ценник, а вот это достаточно доступно и на очень высоком уровне исполнено. Поэтому милости просим. Это в магазине у нас в ближайшее время тоже все появится. Так что Акума нас радует и в инновационном предложении, и в мультипликаторах. Ваня, тебе огромное спасибо. Спасибо вам. Всегда рад. Всего самого наилучшего. До свидания. Старый друг лучше новых двух. Хотя, вот глядя на это, не уверен. Привет. Рассказывай, что тут друзья такие, в чем их такая уникальность. Самый лучший клев – это последний лед. А последний лед – это огромная возможность искупаться, открыть купальный сезон. Первое. Это рыболовный ящик, достаточно емкий, достаточно удобный, с большим сидением, на котором очень удобно сидеть и тепло сидеть, потому что он из спененного материала, не впитывает, не вбирает в себя мороз, а твое тепло отражает. Это для мужиков особенно актуально, потому что мужчина – это хранитель генофонда, и т.п., и т.д. Второй момент – это ящик поплавок. Это штука, которая спасет жизнь, которая поможет тебе уплыть от смерти, если угодил в полынью. На самом деле он даже заполненный водой на весь свой объем на плаву держит по-зимнему одетого мужика. Какая с прочностью? 300 кг. Нагрузка вертикальная, штука прочная, крепкая, очень легкая, объемный рыболовный ящик, система спасения. И помимо всего этого, поскольку вспененный материал, это прекрасный изотермический контейнер. То есть, во-первых, у вас на рыбалке не промерзает мотыль, опарыш, прикормка уважненная. А во-вторых, собрав рыбу со льда, улов, ее можно отправить родственникам, и в течение суток минимум она не растает. Но я проверял на воде, на минералке, 4 дня. 4 дня держит при комнатной температуре. То есть, слушай, его же тогда можно использовать как изотермительный, ну как холодильник летом. То есть, грубо говоря, ты туда холодагент накидал? Да, 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 да. Слушайте, ну, друзья, что здесь хочется резюмировать по этому вопросу, да? Тут добавить даже нечего, да? Нужен верный, надежный, проверенный друг? Приходите в наш магазин Big Game. Там это уже все есть. Соответственно, все новинки, которые появляются у ребят, мы получаем, как говорится, из первых рук в самое ближайшее время. Если чего-то не хватает, мы вам обязательно дозакажем. Леш, ну что хочется пожелать? Пожелать вам продолжать в этом начатом, как говорится, действии, делать таких замечательных друзей. Я могу сказать, что по тому же самому термоселлу. Да, это реально верно и проверено. И уже, друзья, на всех широтах нашей большой страны. Это как от Сиома. Да. Ее не надо так. Но теперь новые друзья будут радовать и зимой, и, я думаю, и летом, учитывая их многофункциональность. Но это прям какой-то новый классный тренд. Поэтому вам успехов, тебе огромное спасибо. Благодарю. Чужие. Это такая новая тема. Lucky John. Олеш, привет. Привет. Слушай, ну давай, давай начнем вот с этих вот красивых, усатых, непонятных. Класс, честно. И при том, между прочим, позиционирует для арейной форели. Ну, для арейной форели, на самом деле, это написали так, скользко. Но на самом деле приманка ловит форель. Но основной интерес ее не в этом. Появилась она год назад. Но распространение максимальное, получая сейчас, буквально в первый день выставки с Константином Кузьминым, получился интересный момент. Буквально во вторник, напротив Кремля, он на эту приманку поймал судака на 3 килограмма. А, вот та самая фотография. Да, да. Он был пойман именно на этот оленбак. Вчера он был у нас на стенде, снял отдельно про нее небольшой эпизод, то, что поймал конкретно на нее. Но вообще и по нашему опыту, лично сам и тестировал ее на разных водоемах, крупный размер реально очень хорош по судаку. Очень хорош по судаку. Рыба именно в формате, когда рыба у нас пассивная, она привязана к дну, поднимает приманки со дна. Именно в паузу все это происходит, когда она лежит на дне. То есть как альтернатива использования раков или какой-то другой креатуры данная приманка хорошо работает. И вот однозначно могу рекомендовать как судаковый терминатор. Новая карказябра Баг. Как мы знаем, обычные раки это все-таки пассивные приманки. Данная приманка имеет активные элементы игры. На щупальцах есть такие кармашки. То есть во время поступательного движения она вот так ими хлопает, этими щупальцами. То есть приманка реально в воде создает очень активные колебания за счет своей ширины, за счет объемности. Я думаю, однозначно будет хорошо по щуке работать. Средний размер опять же это судак. Ну маленький также судак, крупный окунь. Я думаю, это все будет работать. Новый размер в Хоги Шримп. Также креатура очень крутая по окуню. Больше скажу, что многие спортсмены на них ловят и держат эти приманки в секрете. Это такие секретные читерские темы. Сам лично очень люблю по окуню 3 дюйма. В том году появилось 2,2 дюйма городской формат микроджик или самый легкий джик. В этом году появился размер 3,5 дюйма. Это уже ориентир Кореи больше под судака. И я думаю, так же будет хорошо работать. Ну и окунь, да, крупный окунь, само собой. Вот где разгул цветовых страстей. Давай, что там у нас по форели классно? По форели на самом деле много нового, много классного. Во-первых, это новые расцветки в наших классических форелевых блеснах. Это АЮ и ЕМА получили по 7 новых расцветок. Расцветки популярной в форелевой ловле, варейной форелевой ловле. Новый силикон, новые приманки Типси Ворм, Трик Ворм. Приманка интересна тем, что в прошлом году на европейской выставке ФТЭКС, которая летом проходила, приманка завоевала гран-при лучшая силиконовая приманка года. То есть в Европе эта приманка получила приз. Что для нас очень отрадный факт. Появилась она изначально в прошлом году. В этом году добавился новый размер покрупнее. И добавились новые расцветки двухтонные, то есть двухцветные. Дальше немножко по лескам, которые также ориентированы на ультралайтовую ловлю форели. Это плетеный шнур в тонких диаметрах 0.2, 0.3, 0.5 ПЕ. Размотка по 75 метров. И флюрокарбон. Ну, кто-то, конечно, использует его на основной, но я использую больше на шок-лидеры. Мне очень нравится. Флюр мягкий, память у него минимальная. То есть стабильно работает, в принципе, я доволен. Я могу тебе сказать, что даже я попробовал флюрокарбон. Я могу сказать, что это очень хорошее качество. Качество хорошее, потому что это реально на Японии, это YGK-завод. Поблагодарим тебя, Леш. Спасибо тебе огромное, заделённое время. Приятно, полноценно и классно. Вам представление и успехов. Ну, а вы, если просим, на сценку к друзьям и в наш магазин компании Big Game, где вы всё это найдёте уже сейчас. И после выставки все новинки, которые ещё не успели прийти, они обязательно там появятся. Поэтому ловите с удовольствием. Ещё раз пока, Леш. Пока. Японские снасти. Хотите? Их есть у нас. Так что приходите в наш магазин. Ну, а нам сейчас поведают, что там вкусного, нового, яркого и красивого появилось. Привет. Рассказывай. А у нас обновились блёсна от таких брендов, как Mukai, Neostyle и V-Line. Обновились как модели, так и веса и цвета. Блёсна, воблеры от Yari. Линейка Norris'ов тоже обновилась по воблерам. Также появились новые цвета в блёснах. Ну, тут ещё, на самом деле, куча аксессуарий, какие-то там стримерочки, да? Да, стримеры, цикады, различные. Отдельно хочется заострить внимание, вот есть новинка от Mukai, называется Клоун. Видимо, это, скорее всего, связано с цветастостью, не с чем-то другим. И с тем, как она может играть, да? Для форели это, наверное, важная часть. Можно сказать, что палитра классная. Да, яркие цвета, которые подойдут под нашу форель. Да, и даже есть что-то для такого, для пассивной, для плохой погоды, очень интересные вариации. Вот есть такая классная вещь, да, Neostyle. Ну, я не знаю, как это правильно назвать, да? То ли это плавающая пуговица, то ли это ромбик плавающий. Блин, да оно ловит. Мохнатые пуговицы. И выглядит и так, вон мохнатые пуговицы есть плавающие. Что-то шикарно. И, соответственно, есть классные воблерочки небольшие, да? Это, опять-таки, они представлены и V-Line'ами, они представлены Норрисой. Вот есть, я знаю, что те, кто ловит парни постоянно, есть Ticker & Cup, и появился его младший брат Junior. Да. Да? И она появилась, данная модель, как плавающая, так и медленно-тонущая. Слушай, а скажи, вот эти цвета, которые здесь есть у Junior, это максимальное количество, или там просто большая линейка? Нет, большая линейка, просто здесь мы бы все представили, да. Понятно, вот тут, ну, обратите внимание, это действительно еще и тонущая, между прочим. Норрис? Ну, у Норриса там такое количество, что это говорить можно до утра, и про формы отдельно вообще целую историю можно рассказать. Потому что если посмотреть на вот это вот а-ля-ку, или посмотреть... Или вот так вот. Да, и вот еще и в этой раскраске, да, то... Сами понимаете, насколько это классно, да? Ну, и в уловистости Норриса сомнений никаких нет. Поэтому, ребята, нас радуют своими новинками, да, мы порадуем вас тем, что все эти новинки в ближайшее время появятся у нас в магазине. Поэтому, милости просим, постоянные клиентные скидки по нашим картам, как обычно. Ну, а ребятам остается пожелать такого же яркого и дальнейшего процветания. Спасибо огромное. Спасибо вам. Будем работать и успехов в рыбалке. Спасибо. Привет. А завесите мне 300 грамм чебурашек. Зайди такой. Да? О, как. О! Нормально. И это, как говорится, джигу одну можно? Вот левша когда-то, тульский, подковал блоху. Это была такая ювелирная работа. А у меня вот это очень суровая и серьезная работа. Вот три по сто, что называется, в этой упаковочке. Туляки молодцы, на самом деле. То, чего очень не хватало, чебурашка в большом весе для нижней Волги, для верхней Волги, когда безумная течка. Да и на самом деле вкусных тяжелых свинцовых вещей для ловли прибавилось. В прошлом году мы видели новинки от них классные поводки, новые формы, соответственно, силиконовых приманок. И вообще для них силиконовые приманки это было в новинку. В этом году, помимо стандартной истории со свинцовыми грузами, джигами и всем остальным, ребята и силиконовые приманки расширили, скажем так, в угоду современной тенденции развития ловли арийной форели. Соответственно, и мы можем глянуть на эту красоту. Ну а все это вкусное, замечательное и прекрасное появится прямо в самое ближайшее время после выставки у нас в магазине Big Game. Давайте глянем одним глазком, какие здесь шикарные форелевые приманки. По-моему, уже большинству форелятников стали привычные, эти шайбочки. Но вот, наконец-то, и наши друзья тулики, когда-то подковавшие блоху, да, теперь куют приманки для форели. И мне кажется, у них это классно получается, тем более, что здесь столько вкусов и креветка тебе, и сыр, и икра, и чеснок. Да и хоть самому ешь, честное слово, и расцветок в вагон просто, да и формы. А что, собственно, формы? Не буду я вам говорить и показывать все формы. Вот приезжайте в наш магазин Big Game, когда вам ребята привезут это все после выставки, сами попробуйте, сами возьмете. Цены вкусные, выглядят еще более вкусно. Поэтому приятного аппетита вам и классной клево форели. Welcome. Не испит ли нам нектару божественного, подумал я, глядя на вот это чудо. То ли кувшин, то ли термос. В общем, хотите разгадать загадку? Приобретите себе это чудо от компании Стэнли. И вообще, продукция компании Стэнли заслуживает отдельного внимания, потому что ребята делают не просто термосы, не просто кружки, не просто вот эту вот аксессуарику для аутдора, походов, рыбалок и охот. Они это делают, а, с душой, и, б, делают очень-очень продуманно до мелочей, потому что даже это покрытие, которое когда-то в Советском Союзе еще молоточком называлось, позволяет сохранять его внешний вид очень долго, не опасаясь за его удары, царапины и все остальное. Температуру, как они держат, да я бы сказал, идеально. Если на рыбалку поехать зимой, то вы можете его в снег выставить с горячим чаем или кофе, и он у вас до вечера останется при такой же температуре, ничуть не изменившись. Собственно, много слов сказать про это не имеет никакого смысла. Вы просто однажды попробуйте, и я уверен, что после этого вряд ли вы что-то еще захотите. А это все есть у нас в магазине. Так что приходите в магазин Big Game и попробуйте сами эти термосы. То ли режет, то ли шьет, то ли колет, то ли бьет. В общем, когда смотришь на мультитулы или на мультиинструменты компании Leatherman, не сразу понятно, с чего вообще начинать в них, да, потому что в одном аксессуаре может быть 10 устройств, в другом 20, а в некоторых и еще больше. Да, собственно, что здесь можно добавить к такой высокой технологичности с таким огромным функционалом? Leatherman это уже нарицательное имя. И никто на сегодняшний день лучше, чем они, свое дело не делают. Поэтому в любых сложных ситуациях, походах, на рыбалках, на охотах, уже доказано их качество, доказаны их функции. А самое главное – надежность и долговечность. Вот за что, в первую очередь, вы платите, покупая себе этот инструмент. И если вы хотите себе действительно надежного, достойного и верного спутника и друга в любых своих путешествиях, то тогда выбор может быть только однозначным. Leatherman и ничего другого. Приходите в магазин Big Game и приобретите себе это многофункциональное чудо. Собственно, сейчас мы узнаем, кто Джигит, а кто нет. А лучше всего нам об этом расскажет Дим. Дима, здравствуй. Привет, привет, привет. Ну, слышал, у тебя есть чем поиграться с Судаком. Покажешь? Да, слушаю. Ну, где-то примерно года два назад мы озадачились таким, как всегда, вопросом, а что бы еще такого сделать, да? Что еще не делали. Что еще не делали, да. И вот через два года мы уже практически на финишной прямой вот к выпуску вот этой серии Zender Game. Ну, серия дорогая, да, сразу скажу. То есть мы изначально, в общем-то, ставили задачу, чтобы она была топовая. Вот. То есть это лучший материал. Это графит на ТВ-3. Вот эти технологии их последние очень много. Три модели в длине 2,30, там самая легкая, это унсовка, да, и там полутора унсовка и до двух унсов. Вот. И четыре модели в длине 2,52, это тоже унсовка, и самое тяжелое, это до 70 грамм. Когда их ждать? Ну, после июня. Ну, короче, хотите поиграть с трофейным судаком осенью? Да, вот в этом дизайне у нас тут будет сейчас лимитированная такая поставочка, там, ну, буквально по несколько штук каждой модели, вот. А вот серийная через 4 месяца. Ну, отлично. Тогда вам остается, как говорят, чтобы никакого сбоя, и чтобы судаки ловили самые трофейные. Спасибо. Спасибо огромное. Тебе отличных акваторий, рыбалок. И увидимся на воде. Пока. Пока. Субтитры подогнал «Симон»